Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 6. Вычисли значения выражений. Рассмотрим первое выражение. Сначала мы будем выполнять умножение. То есть 712 умножать на 306. 6 умножить на 2 будет 12. 2 пишем 1 в уме. 6 на 1 будет 6 и плюс 1 это 7. 6 на 7 – 42. Умножаем десятки. Они у нас все по нулям. Умножаем сотни. Запись введем под сотнями. 3 на 2 – 6. 3 на 1 – 3. 3 на 7 – 21. Складываем 2. 7. 2 плюс 6 – 8. 4 плюс 3 – 7. 1 и 2 сносим. У нас получилось 217 872. Теперь 158 314 разделим на 26. Первая неполная дилемма – 158. Единица – 1000. Делим на 26. Берем по 6. 6 на 6 – 36. 6 пишем 3 в уме. 6 на 2 – 12. Плюс 3 – это 15. 158 отнимем 156. Получаем 2 в остатке. Сносим 3. 23 – вторая неполная делимая. Делим на 26. Берем по нулем. Сносим единицу. 231. Третья неполная делимая. Десятки. Делим на 26. Берем по 8. 6 на 8 – 48. 8 пишем 4 в уме. 8 на 2 – 16. Плюс 4 будет 20. 231 отнимем. 208 будет 23 остаток. Сносим 4. 234. Третья неполная делимая. Единицы делим на 26. Берем по 9. 6 на 9 – 54. 4 пишем 5 в уме. 9 на 2 – 18. Плюс 5 – это 23. Итого у нас получилось 6089. Прибавим к 217 872. Мы получим 2 плюс 9 – 11. 1 пишем. 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 7 – это 8. А 8 плюс 8 – 16. 6 пишем. 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 8 – это 9. 7 плюс 6 – 13. 3 пишем. 1 переходит к единице. Это 2. И сносим 2. У нас получился ответ 223 961. Второе выражение. 28 умножить на скобку с разностью и прибавить 6302. Сначала мы находим разность. Выполняем действие в скобке. От 80 067 отнимаем 53 296. 7 минус 6 будет 1. От 6 9 не отнять. Занимаем у восьмерки. 16 минус 9 – это 7. 9 минус 2 – это 7. 9 минус 3 – это 6. 8 единицу занимали – это 7. А 7 минус 5 будет 2. Мы получили 26 771. Это значение мы будем умножать на 28. Сначала умножаем единицы. 8 на 1 – 8. 7 на 8 – 56. Пишем 6 опять в уме. 7 на 8 – 56 плюс 5. Получается 61. 1 пишем 6 в уме. 6 на 8 – 48 плюс 6 – 54. 4 пишем 5 в уме. 8 на 2 – 16. И плюс 5 – это 21. Теперь умножаем единицы. Десятки записываем со сдвигом на один разряд влево. 2 на 1 будет 2. 2 на 7 – 14. 4 пишем 1 в уме. 2 на 7 – 14. 12 и плюс 1 – это 15. Пишем 5 – 1 в уме. 2 на 6 – 12. И плюс 1 – это 13. 3 пишем 1 в уме. 2 на 2 – 4. И плюс 1 будет 5. Складываем. 8. 6 плюс 2 – 8. 1 плюс 4 – 5. 4 плюс 5 – 9. 1 плюс 3 – 4. И 2 плюс 5 будет 7. Мы получили 749 588. Далее мы к этому значению прибавляем 6302. 8 плюс 2 будет 10. 0 пишем 1. Переходит в следующий разряд. 1 плюс 8 будет 9. 5 плюс 3 – 8. 9 плюс 6 будет 15. 5 пишем, а единицу прибавляем к 4. Получаем 5. Сносим 7. Ответ 755890. Третье выражение. Сначала выполняем деление. 290 268 разделим на 36. Первая неполная делимая – 290. Единица – 1000. Делим на 36. Берем по 8. 6 на 8 – 48. 8 пишем 4 в уме. 8 на 3 – 24. И плюс 4 будет 28. Отнимем данное значение от 290. Получим 2. Сносим 2. 22. Второе неполное делимое. Делим на 36. Берем по 0. Сносим 6. 226. Третье неполное делимое. Делим на 36. Берем по 6. 6 на 6 – 36. 6 пишем 3 в уме. 6 на 3 – 18. И плюс 3 будет 21. Получили 216. Отнимем от 226. Получим 10. Сносим 8. Это четвертое неполное делимое. 108. Делим на 36. Берем по 3. 3 на 6 – 18. 8 пишем 1 в уме. 3 на 3 – 9. И плюс 1 будет 10. Итого у нас получилось 8063. Вторым действием мы 514 будем умножать на 407. 7 умножить на 4 будет 28. Пишем 8 – 2 в уме. 7 на 1 будет 7. И плюс 2 – это 9. 7 на 5 – 35. Нули в десятках у нас при умножении дают нули. Умножаем сотни. Записываем со сдвигом на 2 разряда влево. 4 на 4 – 16. 6 пишем, 1 в уме. 4 на 1 будет 4. И плюс 1 – это 5. 4 умножить на 5 будет 20. Складываем. 8, 9. 5 плюс 6 – 11. 1 пишем. 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 3 – это 4. А 4 плюс 5 – это 9. И сносим 20. Получили 209198. К этому значению прибавляем 8063. 8 плюс 3 – это 11. 1 пишем, 1 в следующий разряд. 1 плюс 9 – это 10. А 10 плюс 6 – 16. 6 пишем, 1 переходит в следующий разряд. 1 плюс 1 будет 2. 9 плюс 8 будет 17. 7 пишем, 1 переходит в следующий разряд. Прибавляем его к нулю. Получаем 1 и сносим 2. Ответ 217261. Следующее выражение. 90705 отнять 48, умноженное на 160, разделить на 25 и прибавить 4986. Сначала мы 48 умножим на 160. Будем выполнять умножение в скобки. При умножении круглых чисел нули оставляем справа, а числа записываем под числами и начинаем умножение, не обращая внимания на нули. 6 на 8 – 48. 8 пишем, 4 в уме. 6 на 4 – 24. И плюс 4 – это 28. 1 умножить на 48 будет 48. Складываем, 8. 8 плюс 8 – 16. 6 пишем, 1 другой разряд. 1 плюс 2 – это 3. 3 плюс 4 – 7. Сносим 0, записанный справа. Получаем ответ 7680. Это значение мы отнимаем от 90705. 5 минус 0 будет 5. 10 минус 8 – 2. 6 минус 6 – 0. 10 минус 7 – 3. И сносим восьмерку, так как занимали у девятки. Получили 83 025. Это значение разделим на 25. 83 – первая неполная делимая. Делим на 25. Берем по 3, получаем 75 и 8 в остатке. 80 делим на 25. Берем по 3, получаем 75 и 5 в остатке. 52 делим на 25. Берем по 2, получаем 52 в остатке. И 25 делим на 25. Получается 1. 3321. Мы теперь прибавим 4986. 1 плюс 6 будет 7. 2 плюс 8 будет 10. 0 пишем. 1 в следующий разряд. 1 плюс 3 – 4. 4 плюс 9 – 13. 3 пишем. 1 в следующий разряд. 1 плюс 3 – это 4. 4 плюс 4 будет 8. Ответ 8307. Следующее выражение. 800 умноженное на 100. Отнять. 32490 деленное на 57. И плюс 10486 деленное на 98. Сначала мы 800 умножаем на 100. При этом мы получаем 80000. 32490 разделим на 57. Это будет наше второе действие. 324 – первое неполное делимое. Делим на 57. Берем по 5. 7 на 5 – 35. 5 пишем. 3 в уме. 5 на 5 – 25. Плюс 3 – 28. Отнимаем. 14 минус 5 – это 9. 11 минус 8 – это 3. 399 – второе неполное делимое. Делим на 57. Берем по 7. 7 на 7 – 49. 9 пишем. 4 в уме. 7 на 5 – 35. Плюс 4 – это 39. 0 из делимого переносим в частное. Получили 570. Теперь от 800… от 80 тысяч отнимаем 50… 570. 0 минус 0 будет 0. 10 минус 7 будет 3. 9 минус 5 – 4. 9 и сносим 7. Ответ 79 430. 10486 разделим на 98. 1 неполное 104. Берем по 1. Получаем 98,6 в остатке. 68 – второе неполное делим на 98. Берем по 0. 686 – третье неполное делим на 98. Берем по 7. Получилось 107. Теперь к этому значению мы должны прибавить 79 430. 0 плюс 7 будет 7. 3 плюс 0 – 3. 4 плюс 1 – 5. Сносим 9 и 7. Получаем ответ 79 430. 537. Следующее выражение. 4428 разделим на 123. Первое неполное делимое – 442. Делим на 123. Берем по 3. Получаем 369. И остаток 73. 738 – второе неполное делимое. Делим на 123. Берем по 6. Получаем 738. 816 умножим на 32. 2 на 6 – 12. 2 пишем 1 в уме. 2 на 1 – 2. И плюс 1 – это 3. 2 на 8 – 16. 3 на 6 – 18. 8 пишем 1 в уме. 3 на 1 – 3. Да, плюс 1 – 4. 3 на 8 – 24. Складываем 2. 11, 11, 11, 6 и 2. Получили 26112. От этого значения мы отнимаем 26000. У нас получается 112. Столько мы получили в скобке. Возвращаемся дальше к нашему примеру. 112 разделим на 14. Это будет 8. А затем от 36 в первом действии в левой части нашего выражения отнимем правую часть выражения. Это 8. И в итоге мы получим 28. Следующее выражение. 8032 отнимем 595. Выполняем действие в скобке. Мы получаем 7437. Это значение разделим на 37. 74 – первая неполная делимая. Берем по 2. Получаем 74. 3 – вторая неполная. Делим на 37. Берем по 0. 37 – третья неполная. Берем по 1. Получили 201. Теперь 201 мы умножим на 50. Получим 10050. 10000 разделить на 40, убрав по 1 нулю в делимом и делителе, у нас получается 1000, деленное на 4. Это 250. От 10000 50 отнимем 250, получаем 9800. И последнее выражение. 20655 разделим на 85. Первая неполная делимая. 206 делим на 85. Берем по 2. Получаем 170 и 36 в остатке. 365 делим на 85, берем по 4. Получаем 340 и 25 в остатке. 255 делим на 85, берем по 3. 0 в остатке. Получили 243. Добавим 757, получим 1000. 6370 во второй скобке разделим на 182, получим 35. 35 отнимем 29, будет 6. А затем 6 умножим на 1000. Мы получим 6000. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.